Тем временем Казахстан призывает международное сообщество объединиться для решения глобальных вызовов на основе диалога, взаимоуважения и сотрудничества. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберде, выступая на сегменте высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. В форуме участвуют генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк. А также свыше 150 представителей стран-членов организации. Мухтар Тлеуберде рассказал о политических и социальных реформах в нашей стране, а также о конституционных преобразованиях и достигнутом прогрессе в правозащитной сфере. Это создание конституционного суда, укрепление мандата омбудсмена по правам человека, подписание факультативного протокола к конвенции о правах ребенка, учреждение Национального фонда в интересах детей, упрощение процедуры регистрации политических партий. В преддверии 75-й годовщины всеобщей декларации прав человека и 30-летие Венской декларации глава внешнеполитического ведомства призвал мир к взаимоуважению и многостороннему эффективному сотрудничеству. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми глобальными вызовами и нестабильностью, обеспечение прав человека важно, как никогда. Крайне важно укреплять многосторонний диалог и доверие на глобальном уровне. История говорит нам, что для противостояния сегодняшним вызовам нужно полагаться на политическую волю, диалог и сотрудничество. В этом контексте мы вновь повторяем наш призыв к эффективной многосторонности, как лучшему доступному инструменту для преодоления серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся.